Красноярский же аэропорт будет назван в честь величайшего баритона современности Дмитрия Хворостовского. Аэропорт Красноярск имени Дмитрия Хворостовского от такого названия аэропорта нас отделяет теперь только подпись президента. Накануне на федеральном канале подвели итоги голосования. Имя Дмитрия Хворостовского всего на 2% опередило имя Василия Сурикова. Руководство аэропорта рассказывает, смена имени по сути ничего не значит и в работе все останется по-прежнему. В международном классификаторе ничего, конечно, меняться не будет. Это просто будет дополнительное присовокупление, дополнительное наименование к аэропорту Красноярск. Мы в интерьере аэропорта, конечно, попробуем уделить творческому пути. Вывеска не поменяется, международный код не поменяется. Однако небольшие перемены в облике все же возможны. Например, в аэропорту могут появиться картины с изображением Хворостовского. Людей могут встречать его песни и даже есть идея создать целый зал. Но пока это только идеи. Их реализация зависит в том числе и от денег. Финансировать это все аэропорт будет самостоятельно. Но у красноярцев сразу возник другой вопрос. Зачем вообще нужно было называть аэропорт, если фактически ничего не поменяется? Эксперты уверены в переименовании аэропортов нет необходимости. Это сделано только для того, чтобы дать людям мнимый выбор. Эта попытка такая поиграть с населением. То есть население почувствовало свою гражданскую социальную ответственность. Все решили, что от них точно что-то зависит. Именно их мнение является основополагающим. Это хорошо. Другое дело, что, конечно, скорее всего, что эти игры с населением тоже затеяны не зря. Потому что в преддверии Нового года мы понимаем, что наверняка что-то изменится. И чтобы люди думали о том, о чем они хотят думать. То есть о том, что они на что-то влияют. Вот это полезно. А потом мы примем пару законов, которые поставят все на свои места. В общественной палате рассказывают, это важно, потому что все прилетающие сразу будут интересоваться, чьим именем назван аэропорт и узнавать, что этот человек сделал для города. Прежде всего, это дань соотечественникам, которые внесли большую лепту в историю России, в историю региона. Это первое. Второе, мне кажется, как театр начинается с вешалки, так и город начинается с аэропорта. Поэтому все те люди, которые приезжают, их встречает прежде всего аэропорт. Поэтому, если есть имя у аэропорта, наверное, будет интересно. Тот, кто не знает об этом человеке, чье имя носит аэропорт, наверное, заглянет и посмотрит это. Проявит некий интерес. А если и знает, то что-то, может быть, увидит в самом аэропорту, чем будет наполнен аэропорт, что-то откроет для себя новое и интересное. Но недоумение по поводу результатов голосования возникло и в других городах. Например, в Калининграде в шорт-лист не попало имя Эммануила Канта. А в Петербурге Петр Первый хоть и победил в голосовании, но набрал меньше голосов, чем в Воронеже. А в Магадане по непонятным причинам аэропорту вековечит имя Высоцкого. Так или иначе, уже 42 аэропорта получили новые имена. А по остальным пяти голосование продолжится. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев, Новости ТВК.